Здравствуйте, дорогие зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дмитрий и сейчас я вам расскажу об основных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Чем нам запомнилась прошедшая неделя? Расскажем об этом прямо сейчас, сегодня в выпуске. Перспективы Skyway в Крыму. Мнение эксперта в области экологии о внедрении Skyway на Крымском полуострове. Технология Skyway для стран шелкового пути. Подробности участия Skyway в международном форуме в Астане. Представители правительства Арабских Эмиратов в Экотехнопарке. Переговоры на территории разработчика. ЗАО «Струнные технологии» прошли аудит одного из четырех крупнейших аудиторов. Skyway на Международном транспортном конгрессе в Сингапуре. Первые новости. На гребне волны Экофеста 2018 анонс Международной конференции Skyway Capital в Минске. Международный тренинг Skyway Capital в Таллине. Научитесь быть эффективным управленцем. ТАСС сообщает, что эксперты Роспотребнадзора назвали регионы самым загрязненным воздухом в России. Среди лидеров этого антирейтинга Бурятия, Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым. Такая информация представлена в докладе надзорного ведомства по итогам 2017 года. Главные причины загрязнения – использование угля и транспортная нагрузка. Эксперт по экологическим проблемам, президент Крымской Академии наук, руководитель общественной организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что проблема с загрязненностью воздуха на полуострове связана в большей степени с возрастающей транспортной нагрузкой. Количество автомобилей в последние годы в Крыму увеличилось, растет поток туристов, который и дальше будет увеличиваться. Также масса автобусов, которые перевозят пассажиров. Как с этим бороться? Мне кажется, необходимо внедрять экологически чистые виды транспорта, особенно в курортных зонах. Это снизит загазованность. А также он отметил, что крымским властям уже предложили запустить пилотный проект по строительству струнного транспорта по технологии SkyWay. Это, по сути, монорельс, который закрепляется на определенной высоте на специальных эстакадах, по которым курсируют вагончики, которые называются Unicar. Работают они от электричества, пассажировместимость до 18 человек, развивают скорость до 100 км в час на расстоянии в 300 км, отметил Тарасенко. Стоит отметить, что несмотря на возникшие в Крыму трудности, связанные с сопротивлением местного бизнеса, внедрению струнного транспорта, у технологии есть хорошие перспективы в регионе. Со 2 по 3 июля 2018 года в Астане, Казахстане прошел форум мэров городов стран шелкового пути Global Silk Road, который был приурочен к 20-летию столицы Казахстана и дню рождения его президента Нурсултана Назарбаева. Светлана Волошина, заместитель начальника отдела адресных проектов ЗАО «Струнные технологии», рассказала участникам форума о современных инструментах передачи и хранения информации, используемых в транспортно-инфраструктурных комплексах SkyWay. В частности, речь шла о возможностях применения блокчейн-платформы, которая позволяет не только обеспечить надежный и безопасный канал передачи данных между транспортными средствами SkyWay, но и предоставить конечному потребителю максимально прозрачную информацию о качестве транспортных услуг. Кроме того, механизмы блокчейн могут способствовать оптимизации городского пространства с учетом анализа метеоданных, информации о проведении массовых мероприятий, пробок, количестве посетителей в медицинских, административных, финансовых учреждениях, торговых центрах. Состоялся визит представителей правительства ОАЭ в Минск. Цель приезда – непосредственное знакомство с работой проектной организации ЗАО «Струнные технологии» и демонстрационно-испытательного центра «Экотехнопарк SkyWay». Активная фаза подготовки к событию велась на протяжении почти полугода. До этого руководство проектной организации неоднократно посещало ОАЭ. Работа по направлению осуществлялась в рамках обозначенной разработчиками стратегии и приоритетов развития. Состоявшийся визит укрепил взаимный интерес со сторон к сотрудничеству и позволил более четко скоординировать дальнейшие действия. Арабские партнеры SkyWay остались довольны результатами посещения. Другие подробности переговоров пока не разглашаются. Однако известно, что основным предметом, длившегося несколько дней обсуждения, стали некоторые детали реализации ряда проектов в регионе. В ЗАО «Струнные технологии» совершен еще один важный шаг, необходимый для вывода SkyWay в поле бизнес-взаимодействия премиального уровня. Представители КПМГ провели аудит проектной организации. Результаты проведенного исследования и заключения экспертов призваны продемонстрировать ресурсную и организационную состоятельность разработчика SkyWay для партнеров. КПМГ — одна из аудиторских компаний «Большой четверки» наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC. Компании «Большой четверки» — мировые общепризнанные лидеры в области аудиторской деятельности. Их выводы учитываются при оценке перспектив развития и текущего состояния компаний по всему миру. 9 июля 2018-го инжиниринговая компания ЗАО «Струнные технологии» приняла участие в третьем международном транспортном конгрессе и выставке, открытие которой состоялось в Сингапуре. Организаторами мероприятия выступили Управление наземного транспорта Сингапура и Международный союз общественного транспорта. В мероприятии участвуют около 100 экспонентов из 25 стран мира. Лозунг Конгресса — «Люди в сердце цифровых железных дорог», что подразумевает смещение фокуса внимания транспортных и девелоперских компаний к нужным простых пассажиров и жителей мегаполисов. По мнению организаторов, именно синергия городского планирования и современных подходов в создании транспортной инфраструктуры может обеспечить устойчивое развитие современным городам и повысить качество жизни людей. В первый день выставки гостем стенда SkyWay стал глава управления наземного транспорта Сингапура господин Чан Хенг Лун Алан. Кроме того, разработки SkyWay привлекли внимание местных СМИ. Канал Channel News Asia опубликовал статью, в которой рассматривает инженерные решения SkyWay в качестве инструмента для экономии городского пространства и снижения стоимости строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Как это обычно бывает, основные новости последуют после завершения Конгресса. Будем держать вас в курсе. Меньше месяца остается до одного из самых долгожданных мероприятий SkyWay – Экофест 2018, который состоится 4 августа. Экофест – это целая буря эмоций, мнений и впечатлений для всех участников, поэтому мы решили по горячим следам Экофеста организовать для вас специально конференцию 5 августа 2018 года в Минске. На конференции SkyWay Capital вы сможете поделиться своими впечатлениями, узнаете новости от представителя главной компании SkyWay, а мы в свою очередь выразим благодарность нашим самым активным партнерам и вручим кураторам регионов памятные значки и монеты для их партнеров. Конференция состоится в фешенебельном Beijing Hotel, гостинице Пекин. Мероприятие пройдет на русском и английском языках с дополнительным синхронным переводом. В личном кабинете вы можете выбрать удобный вам язык для перевода, узнать подробную информацию о мероприятии и приобрести билеты. Последний день приобретения билетов – 25 июля 2018, количество мест в зале ограничено. А перед Экофестом приглашаем вас принять участие в международном бизнес-тренинге SkyWay Capital для профессионалов и руководителей, который состоится 21 и 22 июля на берегу Балтийского моря в столице Эстонии, городе Таллин. На тренинге мы продолжим с вами формировать практические навыки мастерства управления. За два дня мероприятия вы увидите, как адаптировать и применять систему лидерства и управления 3D-коучинг в структуре вашего бизнеса, а также что блокирует ваше эффективное лидерство и управление. Узнать подробную информацию и приобрести билеты на тренинг по выгодной цене вы можете в вашем личном кабинете. Это были все основные новости. За неделю мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo-каналах, не забывайте подписываться на наши группы в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Дмитрий, и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok